Всем халло, 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 как вы думаете, чем мы сегодня будем на уроке заниматься? Мы с вами сегодня будем проходить приветствие, как сказать привет, как сказать доброе утро, добрый день и добрый вечер. Наша любимая досочка появилась, итак, die Grüße, приветствие, die Grüße, у нас у Umlaut дает такой странный звук. Ну, в принципе, у тебя хорошо получилось. Итак, самое простое слово это привет. Халло, 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 халло. Если ты хочешь сказать доброе утро, тогда говори guten morgen, guten morgen. Вообще, guten, guten, guten это доброе. Доброе утро, добрый вечер, добрый день. Вот это вот добрый, это и есть слово guten. Скажем так, от слова gut хороший. Хорошего вам дня, хорошего вам утра. Вот в русском языке мы говорим доброго, а вот немцы скажут хорошего. Morgen это утро, Tag это день и Abend это вечер. Вообще, существительные в немецком языке пишутся с заглавной буквы, поэтому посмотрите, пожалуйста, я их написала с заглавной. Так, запомните, существительные в немецком языке пишутся с заглавной буквы. Аминь. Итак, guten morgen, guten tag, добрый день, guten Abend, добрый вечер. Ну, вообще, утро, скорее всего, будет до 12 часов. С 12 часов уже в мозгах немецкой персоны понятие этот день начался с 12. Итак, guten morgen говорим до 12, guten tag говорим после 12, примерно до 6-7 вечера, и guten Abend начиная с 6-7 вечера. Посмотрим. Давай, запоминай. Hallo, guten morgen, guten tag, guten Abend. Noch einmal. Hallo, guten morgen, guten tag, guten Abend. В обратном порядке. Guten Abend. Закрывай глаза. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Hallo. Глаза закрыли, стало сложнее, да? Когда все видим, все просто. Давайте еще раз. Guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Hallo. Ладно. Смотрим, как это все пишется. Берем ручки, листочки и пишем на память. Проверяем ваше правописание. Ага. Вы думали на этом все? Ан, нет. У нас есть сокращенная форма от слова halo. Хотя я бы не сказала, что это сокращенная форма. Но я бы назвала это уменьшительно-ласкательная форма приветики. Как мы говорим, от привет приветики. Вот в немецком языке есть такой суффикс хен. Хен у нас обозначает уменьшительно-ласкательную форму слова. Если я хочу от слова Ирина сделать слово Ириночка, я скажу Иринхен. Их бин Иринхен. Прикольно. Окей. Халло, халехен. Дальше. Вместо слова Guten Tag можно сказать вариант Schönen Tag. Schönen Tag. Хорошего тебе дня. При приветствии. Schönen Tag. Хотя, в принципе, можно сказать и при прощании так же. Schönen Tag. Guten Nacht – это не доброй ночи. Не когда мы встречаем человека, а наоборот, когда говорим спокойной ночи. Guten Nacht используется при прощании. Окей. Guten Nacht. Спокойной ночи тебе. Ага. Так, теперь посмотрите на эти два варианта. Grüß Gott und Grüß dich. Поставьте, пожалуйста, здесь везде умlaut, потому что, когда я писала, я забыла его поставить. Grüß Gott. Да приветствует тебя Бог. Ну, в общем-то, религиозная Европа когда-то создала такие приветствия. Это, в принципе, они используются, но чаще всего используются на юге Германии, в Баварии, либо в Австрии. И Grüß dich чаще всего используется молодежью. Grüß dich. Приветствую тебя, потому что день Grüße – это приветствие. Grüß Gott. Да приветствует тебя Бог. Ну, прикольно, знать интересно, но я бы чаще всего использовала слово халю. Ну, и по приколу халюхин, хотя я очень редко его слышала, больше использовала его сама. Халюхин. Приветики. Итак, и давайте мы с вами еще раз прочитаем наши слова. Это халю. 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 Халюхин. Халюхин. Шёнын так. Шёнын так. Гуте нахт. Гуте нахт. Грюс, Гот. Прикольно. Грюс, Гот. Либо Грюс, Дих. Грюс, Дих. Грюс, Дих. Что-нибудь запомнили? Давайте. Что запомнили? Рассказывайте. Запомнили. Шёнын так. Халюхин. Халю. Внизу там что-то еще было. Грюс, Дих. Грюс, Гот. Ну, и спокойной ночи. Гуте нахт. Еще раз, пожалуйста, посмотрите на досочку. Поставьте видео на паузу и напишите по памяти на листочке. Еще у нас на распорядке дня это выучить прощание. Слово прощание будет Deer Abschied. У нас в немецком языке будут артикли, о которых мы будем говорить, естественно, позже, не на третьем уроке. Но Deer Abschied обозначает у нас прощание. И еще раз напоминаю, что у нас слова в немецком языке осуществительные пишутся за главные буквы. Итак, Auf Wiedersehen. Наверное, вы когда-нибудь слышали данное слово. Auf Wiedersehen. До свидания. Wieder – это слово новый. Sehen – видеть. До нового видения. То есть до свидания. Bis bald. До скорого. Bis bald. Оглушаем буковку. Bis bald. Gut. Tschüss. Я вам постоянно говорю на видео. Пока-пока. Tschüss. Молодцы, запоминаем. И sehen wir uns. Увидимся. Sehen wir uns. В английском есть подобное see you soon. Что-то такое. Sehen wir uns. Еще раз. Sehen wir uns. Молодцы. Итак, Deer Abschied. Auf Wiedersehen. Bis bald. Tschüss. Sehen wir uns. Ну, хоть что-нибудь запомнили отсюда? Давайте. Посмотрим, 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 и закроем, и повторим. Четыре слова. Как у нас будет до свидания? Первое слово, которое мы взяли. Auf Wiedersehen. Молодцы. Дальше. До скорого. Bis bald. Молодцы. Слово пока. Пока-пока. Tschüss. Молодцы. Ну и увидимся. Увидимся. Sehen wir uns. Еще раз посмотрим на данные слова, и нужно будет их прописать. Для лучшего запоминания всегда нужно посчитать слова, так мы выучили столько-то по приветствиям и столько-то по прощаниям. Встать и постараться рассказать как можно больше. Итак, я помню ХАЛО. Я помню ХАЛОХИН. Я помню ГУТТЕН ТАГ, ГУТ-АБЕНД, ГУТЕН МОРГЕН. Я помню ГРЮСЬ ГОТ. ГРЮСЬ ДИХ. . НАПРЯЖЕННАЯ М来了. Так, был такой, все ли я сказала или нет? Вот если забыл, то посмотри у себя в тетрадочке, посчитай количество и постарайся рассказать то количество, которое ты запомнил. Если вы хотите больше практики немецкого языка, задавать вопросы, отвечать на них и тренироваться вместе со мной в интересной форме обучения, тогда приходите на мои уроки по скайп по немецкому языку. Также приглашаю всех на мои марафоны, где вы будете учиться дома по моим видео. Видео я вам даю отдельно от ютюба, на ютюбе их нету, а также мы созваниваемся после того, как вы проходите мои видео и тренируетесь по видео, и я проверяю ваши знания. А также у меня есть видеокурсы по немецкому языку. По видеокурсам вы можете заниматься точно так же, как и на уроке с репетитором, и там будут и вопросы, и будем тренироваться переводить предложения, и все ответы у вас также появятся на экране. Заниматься по видео очень легко и просто в любой точке мира. Видео вы получаете навсегда. Данке шэн, Але! Их бин Ирина Мовсесян. Данке, данке шэн! Ду шприхст дойчь. Гуд! Чуус!